Друзья, чтобы окончательно закрепить знания перспективы, нужно связать их с реальной жизнью, с реальным миром. Я порисую архитектурный пейзаж, вы порисуете вместе со мной, я буду помогать вам своими комментариями, но мы сделаем это импровизируя, делая это уже в такой свободной манере. Я нарисую, ну пусть это будет венецианский пейзаж, венецианская улица с мостами, балконами и какими-то другими элементами. Вы можете делать свою картину, опираясь на мою. Итак, начинается естественно все с линии горизонта. Напомню, что линия горизонта это угол обзора, и где вы ее нарисуете, с такой, скажем так, высоты вы будете наблюдать наш пейзаж. Нарисуете высоко, получится, что смотрите сверху на венецианскую улицу. Нарисуете внизу, получится, что вы плывете на лодке, и дома предстают перед вами где-то на высоте. Но мы оставляем перспективу архитектурную, то есть не будем сейчас показывать сужение вниз и наверх. Итак, русло нашего канала, по которому мы с вами путешествуем, формируете примерно симметрично. В центре точка схода, точка схода номер один. Канал будет поворачивать. И я сразу нарисую угол дома, мимо которого мы с вами проплываем. Обратите внимание, что я использую вертикальные форматы во всех случаях того упражнения. Для того, чтобы показать максимально сокращение крыш, чтобы хорошо выучили, что горизонтальная линия в перспективе иногда может достигать вертикального наклона. И формирую, посмотрите, уже не так сильно рисую линии схода, я рисую крышу этого дома. Сразу нахожу домик напротив, рисую вверх здания, не одинакового размера. И также от линии горизонта поднимаюсь наверх. Сразу нарисую карнизы крыши. Здесь и здесь. Которые также стремятся в точку схода. Тёмная сторона свисающей крыши, а верхнюю светлую мы не видим, не наблюдаем её. Обратите внимание, что вот эта линия, этот наклон, немножко тоже имеет место быть. И если продлить линию, продолжить её, то немножко она будет спускаться вниз, стремясь к линии горизонта. Два первых дома. Я предлагаю сразу на первом доме нарисовать балкон. Смотрите, как я это делаю. Вывожу из точки 1 линию. Формирую на ней границы балкона. И теперь у меня есть сужение от крыши. Я чуть-чуть приподнимаю наверх линии. И посмотрите, так же от края, от точки формирую край. У меня балкон. Если его продлить, тоже стремится к линии горизонта, уходя влево. Поднимаю вертикальные границы. В верхний край так же укладываю относительно точки схода. И рисую балкончик. Здесь прикрепляю его к стене. И опять линия формируется в небольшом наклоне. У меня получился в виде такой пока коробки выступающий балкончик. Для того, чтобы найти выход на этот балкон, смотрите, нарисую две точки на линии крепления. И поднимусь наверх вот так. Через первую линию и вторую. И теперь верхнюю точку опять соединю с точкой 1, чтобы найти наклон верхней балки. Нарисую здесь выход. Толщина стены, если дверь открыта, будет видна. Так же ее привязываю к точкам схода, которые находятся за пределами формата. Здесь, опять сюда, формирую толщину стенки. Вот получился балкончик. Нарисуем внизу дверь. Можно опуститься, кстати, от балкона, чтобы организовать наше здание, как бы это сделал архитектор. И так же из точки 1 нарисуем дверь. Возможно, сюда причалит лодка. И для того, чтобы было куда, скажем так, сойти на берег, я нарисую порожек, выступающий вперед. Вот, посмотрите, две линии вытаскиваю, которые теперь уже поднимаются, стремясь сойтись на линии горизонта с линиями, входящими влево. Здесь наклон должен быть чуть-чуть больше только. Формирую плоскость. От точки 1 формирую границу и поднимаю наверх высоту этого порожка. Так же, как я нарисовал балкон, я рисую порог. И завожу его в дверной проем. Толщину стены я могу здесь увидеть, но не увижу верхнюю границу, как здесь, потому что она находится ниже линии горизонта. Вот получилось два элемента. Между ними большое расстояние. Я нарисую окно, посмотрите, которое находится в поле. Линия горизонта попадает в поле окна. Я нарисую окошко здесь. Вы можете уже самостоятельно сводить линии. Здесь я чуть-чуть увижу подоконник. Вот эта боковая линия будет практически параллельна линии горизонта. И поднимусь наверх. Балкон можно развить, если сделать им подпорки. Опущу одну и вторую. Проверю, чтобы они находились на одной линии относительно точки схода. Вот эти точки. Нарисуем толщину. И соединю с плитой балкона. Ну, пусть это выглядит вот так, например. И вот здесь поднимаюсь, чтобы показать толщину. Эти части тоже будут темные. Могу это продемонстрировать. Вот так. Сделаю их одинаковой толщины. Вот у меня получились две подпорки. Довольно простые формы подчиняются точке схода. Наверху можно подняться наверх и построить окно. Пусть оно будет круглой формы. Посмотрите, я тоже спроецирую линии схода для того, чтобы нарисовать здесь квадрат в перспективе. и помните искажение. Круг будет вписан вот таким образом, в наклоне. И здесь у меня получается такое слуховое окно на чердаке. вполне себе здание в стиле модерн возникает у нас. С левой стороны можно сделать что-то подобное. Ну, например, нарисовать как минимум окна. Нарисую наверху два окна. посмотрите, чем ближе окно, тем шире оно становится. Также нарисую толщину. Можно разделить пополам, приподняться и нарисовать арки из лепнины. Сделать венецианские окна. можно даже нарисовать подоконники выступающие. Рисуя подоконники, учитываете точку схода и точку схода, которая находится за пределами формата на линии горизонта. Здесь может быть фрамуга. Сразу рисую ее в наклоне. Держу во внимании точку схода. Можно поделить окно пополам. В данном случае эта половинка будет смещена, спрятана чуть-чуть. Что еще? Ну также нарисуем наверное здесь вход в дом. говорят Венеции на первых этажах никто не живет, потому что очень часто затапливает первый этаж. И самостоятельно уже можете построить порог, вывести его. а можете нарисовать еще один. Получились две ступеньки. Толщина стены часто в Венеции бывает дверь накрыта таким козырьком. Посмотрите я рисую место крепления этого козырька и там где он заканчивается примерно одинаковой толщины. козырек из ткани и могу нарисовать подпорки. Вот сюда. Здесь линия совпадает. Я надеюсь вы поняли что отсюда тоже есть подпорка. Еще одно маленькое окошко техническое поместится. посмотрите отцентрую его тоже. Толщина стенки примерно так. Возможно табличка на которой написано название улицы выглядело бы так если бы мы продлили ее. Друзья спасибо большое за то что поддерживаете канал спасибо за ваше внимание и если вам нравится контент но вы хотите получить еще больше то ознакомьтесь с ссылками которые находятся в описании к этому видео там есть ссылка на курс академического рисунка рисунок с 0 2 2 2 который можно проходить с поддержкой и есть ссылка на патреон на патреоне много полезной информации есть туториалы мастер-классы демонстрации работы с обнаженной натурой все подано простым и понятным языком это очень хорошее выгодное предложение ознакомьтесь с ссылками я уверен это будет очень полезно если вы начинающий художник теперь попробуем повернуть нашу улицу я возьму другой мел чтобы вам было лучше видно и поверну немножко вот например здесь найду точку схода точка схода номер 2 представлю что дома стоят вплотную друг к другу и проецирую линию здесь и здесь она тоже будет находиться в поле нашего зрения затем перечеркну чтобы найти края дома то же самое сделаю на уровне крыши здесь и здесь и восстановлю вертикальную линию здесь и здесь дорисую верхний край козырек соединяю и здесь напомню что линия убегает к горизонту но наклон не такой сильный чуть-чуть меньше чем наверху нижний край нижний край еще один дом быстро нарисую окна это будет у нас дом похоже на дворец подчиненный общему стилю поэтому наверху окна нарисую повыше будет зал банкетный внизу поменьше размера и обратите внимание чем дальше тем уже становятся окна окно ближнее шире получается чем дальнее сформирую ширину и может так случиться что мы почти не увидим раму внутри старайтесь не наклонять вертикальной линии может быть такой соблазн чуть-чуть добавлять перспективу наверх договорились что этого не делаем иначе это придется делать везде на всех элементах окошки внизу тоже можем нарисовать дверь небольшую и окно например рядом с дверью посмотрите нижнюю границу тоже в точку 2 здесь увидим подоконник ступенька примерно так что произойдет здесь мы почти не будем видеть проем оконный окна будут узкие толщину с карандаш почти тонкой линии видим здесь мы видим три окна и здесь должны поместиться три окна потому что дома находятся на одном уровне я рисую очень узкую дверь посмотрите какая она узкая почти ее не видно и тоже делаю то же самое делаю с окнами о стоп друзья внимание не в ту точку схода дверь нужно спроецировать вот сюда стою немножко сбоку и вот здесь точка схода в точку схода номер два проецируем как и нижняя линия вот так и теперь окна давайте здесь сформируем балкон еще один я нарисую границы его выведу его далеко вперед напомню линии немножко опускаются но не сильно посмотрите здесь корректно наверх рисуйте толщину балкона и ставите его к стене расчертили поднялись к центру и нашли почти невидимую тоненькую дверь а наверху могут быть три окна у нас опять к точке схода и расчерчиваю линиями одно окно второе посмотрите какие они худенькие я сразу их закрашу и третье и здесь нарисую три маленьких окошка улица повернула следующий поворот найду еще одну точку номер три я не буду так подробно прорабатывать следующие дома потому что они находятся далеко и вряд ли мы видим там все подробности посмотрите сделаю домик ниже то есть начну его рисовать не от верхнего угла а примерно от уровня второго этажа и здесь поворачиваю точку три сразу формирую где он закончится теоретически это происходит и за углом дома но мы не видим что происходит за углом там какой-то дом тоже есть здесь я также висок крышу быстро поставлю дверь возможно какая-то ступенька тоже имеет место быть здесь линия схода этих ступеней будет подниматься решительнее наверх потому что повернулся дом соответственно и второе второе ребро повернется на ступеньках тоже сильнее и парочку окошек выведем сюда если бы вы писали пейзаж или рисовали пейзаж этот дом был бы самым размытым где-то вдалеке наблюдали бы только его силуэт поэтому не рисую подробно окна да и нет такой возможности сделать это мелом теперь посмотрите что я сделаю дальше я нарисую мост между двумя домами которые уходят за угол вот видите здесь я наметил построение домика который уходит в точку 3 и вот здесь заканчивается дом я выношу линию до пересечения с этой линией схода и поднимаю наверх на одинаковую высоту две линии соединяю в видимой части и посмотрите выстраиваю классический венецианский мостик с аркой полукруглой внизу здесь я его не вижу а вижу только дальнюю часть он имеет обычно такую лепнину красивую обводку белую мы ее покажем мостик на каком-то уже третьем плане если продолжается улица то и толщину моста вот здесь мы будем наблюдать я найду толщину внутри посмотрите как Новый домик будет построен вдалеке. Если доберетесь до этого участка, можете нарисовать его. И здесь я его увижу. Это дом четвертый, параллельный третьему дому. Здесь можете уже так без построения прикинуть окошки. Крышу. Обратите внимание, что на третьем доме мы можем видеть высоту крыши. Он повернулся к нам, и я ее дострою через точку 3. То есть вот здесь мы могли бы видеть черепицу. Или если бы дело происходило в Санкт-Петербурге, металлопрофиль. Ну, их не значит, что это плохо. В Питере крыши тоже имеют свою романтику. Металлические крыши. Дорисую еще одну крышу. Вот, сформирована улица. Что еще можно развить здесь? Давайте нарисуем лодку. У нас Венеция. Если лодка находится, ну, скажем, у второго дома, нашего красного дома, то я буду стараться направить ее по руслу канала. Вот так. И спроецирую ее в точку 2. Найду границы, где будет эта лодка находиться. В виде прямоугольника, в перспективе. Найду ее центр. Через диагонали. Пройду туда, вдаль. До пересечения. Подниму вертикальные линии. Здесь и здесь. И проверю, чтобы вертикальные линии находились тоже в перспективе. Здесь закончится у нее носик. Здесь. И теперь соединю лодку. Нарисую ей два борта. Посмотрите, как это произойдет здесь. Вот таким образом. И внизу соединю касание с водой. Дно. Лодка венецианская гондола имеет такое двойное дно. Можете здесь его чуть-чуть вот так дорисовать. Она будет больше похожа именно на венецианскую лодку. Можете нарисовать какие-то элементы конструкции внутри. Место, где можно присесть. Тоже учитывая, что эта скамья находится в перспективе, которая поднимается в невидимую точку схода. Ну, гондольера не будем рисовать. Сделаем это позже. Когда будем изучать анатомию. И строение человеческого тела. Вот примерно такой пейзаж венецианский. Очень хочется добавить воды. Чтобы было понятнее, что лодка у нас плавает. А отражение погружалось бы в воду и также подчинялось бы точкам схода. Попробуйте развить какую-то свою улицу. Может быть, сделайте ее более разнообразной, более нарядной. Дорисуйте башню часовую. Дорисуйте башню часовую. Успехов в творчестве. Друзья, я хочу показать вам примерный пейзаж, который выполнен через подобное построение. Картина маслом, немножко незаконченная. Но, тем не менее, перспективу хорошо здесь видно. Посмотрите, два параллельных дома имеют точку схода от крыши и так далее на горизонте. Далее, дом поворачивает и формирует другую точку схода. Этот дом настолько высокий, ближний, что крыша выходит за формат. Но все окна также подчиняются точке схода в центре. И лодка, и мост построены по тем же законам, по тем же схемам. Можете заниматься маслом и применить эти знания в пейзаже. Или можете отштриховать карандашом. Все это пригодится, все это нужно, классно, интересно. Или порисуйте в скетчбоке реальную перспективу. Всего успехов. Формируйте свои улицы. Итак, спасибо за внимание. Я поздравляю вас с прохождением нашего мини-курса по перспективе. Я надеюсь, вы сделали упражнение, у вас все получилось, информация была полезна. Подписывайтесь на канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. С вами был Андрей Самарин. Увидимся.